всем привет с вами юля и сегодня я хочу подвести итоги декабря 2019 года снимаю видео с небольшим опозданием потому что были праздник праздничные дни и мы на эти дни уезжали из афин поэтому не было возможности снять видео и вот по возвращению первым делом хочу поделиться итогами вообще декабрь месяц я делю на две части первая половина декабря у меня была рукодельная вышивальная плодотворная а вторая половина декабря была совершенно не вышивальная и было очень много дней около недели где я вообще не вышивала не сделала ни одного крестика потому что нужно было на работе подвести итоги завершить какие-то дела и домашние дела собрать вещи ну в общем предпраздничная подготовка теперь по возвращению я хочу подвести итоги декабря несмотря на то что половина декабря у меня была не вышивальна не рукодельная все-таки итоги я думаю у меня достойны и так первым итогом декабря у меня стала вот такая вот небольшая небольшое изделие это кулон у фирмы дмс вот такая вот коробочка у нас и в этот набор у нас ходил только сам подвес кулон без материала и вот такой дизайн предлагал нам сделать производитель и то что у меня получилось я уже принципе показывала в итогах еще раз повторимся вот такая красота у меня получилось вышивала я на равномерке лавандового цвета фирмы цвайгард и стежки здесь рококо вышивала я ниточками дмс здесь нам предлагались ниточки перле да ниточки перле а я вышивала просто дмс и получилось очень даже симпатично мне кажется даже лучше чем у производителя этот кулончик я уже носила он привлекает внимание очень такой необычный не понравилось то что мне получилось понравилось пробовать все новые стежки и после некоторых проб и попыток у меня вот получилось такое изделие замечательно это первый финиш второй финиш тоже у меня такой маленький это вот такая вот птичка чижик выполнена на заготовке от девней вишни заготовку мне подарили уже очень-очень давно лежала она лежала и к моему удивлению я не могу понять почему я раньше не вышла эту птичку так случилось что попала схема в ленте вконтакте от производителя было представлено несколько этих птичек я выбрала вот чижика и он вышел все мне за один вечер и стал магнитом который теперь украшает мою работу от кастом крафт и сейчас мы к этой работе перейдем вышивается очень легко приятно и получаются крестики такие аккуратненькие как будто это бисеринки или как будто это выкладная мозаика да и блестящие понимаю девочек которые любят вышивать на этих деревяшечках очень даже приятно вот примагнитился очень сильно у меня здесь магнит вот такая вот у меня получилась вещь финише в декабре у меня всего лишь два они небольшие но зато мне очень много стартов декабре мне хотелось начинать процессы и одним из главных стартов я считаю это вот такой вот набор от кастом крафт в моем дворике размер работы достаточно большой 49 и 5 на 35 и 6 сантиметров грубо говоря 50 на 35 сантиметров такая будет большая серьезная работа но если с учетом про того что с оформлением паспарту рама будет большая серьезная работа вот и вышивается данный дизайн на аиде 14 каунта используется здесь ой не вспомню сколько цветов ниточек ну ниточки здесь дмс очень качественные очень приятные и я часто говорю что у меня такое впечатление что здесь идут ниточки дмс особенного качества может быть это какой-то специальный заказ спец заказ не знаю или может быть здесь помогает основа здесь основа очень эластичная и в то же время очень плотная и крестики ложатся на этой основе нитка какая-то отсюда крестики ложатся на этой основе очень очень ровненько аккуратненько и даже я у меня не очень прям идеальные крестики но даже у меня здесь получаются вот такие красивые крестики и создается эффект что работа переливается просто какой-то блеск как вышивается ну как кастом крафт вышивается много одиночек но они рассыпанные в общем-то рядышком друг с другом и потихонечку можно их вышивать главное сильно не распыляться не бегать по всему полю а выбирать небольшой участок и отшивать все эти крестики одиночные да в каком-то в определенном участке и постепенно заполнять шаг за шагом заполнять поле я вот таким способом вышиваю кастом крафт пробовала парковкой классической но так как здесь идет такой большой разброс крестик а кто очень идет большой расход ниток и данная техника здесь себя не оправдывает поэтому вот по цветам в пределах какого-то участка потихонечку беру ниточку и вышиваю вот видите я уже перешла к первой шишке несколько цветов и обозначились первой границы шишки вот это вот здесь вот в уголочке да есть конечно мне здесь над чем работать но год только начался поэтому у меня уже вот кусочек небольшой отшит все шансы у этой работы есть буду потихонечку брать и хоть по чуть-чуть но вышивать данном дизайне меня очень сильно вдохновляют вот эти шишки еловые ветки снег он такой здесь натуральный такой пушистый фон сзади птичек и сами птички конечно мне очень очень нравится посмотрите какие яркие кардиналы ну и все птички разные очень интересные много зеленого цвета то что то что мне нравится и то что мне сейчас хочется вот такой вот зимы и красоты да вот такой вот у меня старт я очень очень рада что я все таки добралась до этого набора я себе вам обещала что как только я завершу моих лосов от костным кратс я сразу же возьму за этот набор и взялась и это очень рада раз я взялась то все этот процесс пойдет он у меня будет вышиваться пусть медленно но все равно он будет в моем списке и я буду уделять ему внимание так это мой главный старт в этом месяце ну и перейдем к следующим моим стартом еще один старт этого месяца и очень очень приятный и совершенно неожиданный не запланированный я ездила в рукодельный магазин за покупками и встретила там наборы фирмы ланарты по очень хорошей цене и не могла уйти без этого наборчика ну как только домой его принесла я сразу поняла что мне его нужно срочно начинать потому что нравится мне давно этот дизайн мне нравится у ланарта вот эта основа окрашенная неровно окрашена вот такими пятнами это линда на линде вышивать очень приятно удобно она эластична она хорошо держит форму крестики ложатся просто великолепно и поэтому вот вот он этот старт я начала без всякой разметки просто определив серединку вот здесь у нас серединочка и потихонечку стала вышивать вниз дойдя до крайних нижних крестиков которые у нас вот где-то здесь находятся я потихонечку буду теперь расширять работу потому что я люблю вышивать снизу вверх и вот потихонечку я буду вышивать снизу вверх идти 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 и заполнять полностью все поле также я немножко повышевала в правом нижнем углу вот эти розы они великолепные вышивается очень легко крестики получаются ровненькие бэкстич здесь такой изящный вот такая вот красота очень я рада что у меня появился этот старт очень мне хочется его вышивать очень приятный очень 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 и даже не побоюсь этого слова потому что действительно стоящий дизайн есть к нему пара вот такая девчуля нужно будет ее тоже раздобыть эту красотку и вышить их вместе вот такой вот у меня старт номер два еще один старт третий это вот такой вот дизайн зимней радости дизайн дименшин сборка от фирмы клубок желаний давно мне нравился этот дизайн пейзаж в оригинале не смогла найти по доступной цене цены на оригинал кусаются а вот у клубка желаний все очень даже доступно и цель в этом году у меня вышить вот именно вот этих лошадок эту повозку хочется увидеть вот главных героев этой картины конечно весь пейзаж мне очень нравится и домики и деревья и вот эти вот уточки которые улетают вся картина мне очень нравится но вот хочется поскорее вышить главных героев посмотрим что у меня получится размер работы 41 на 25 сантиметров данный процесс он у меня организован в моей любимой коробочке для этих процессов вот такой вот у меня органайзер для игл совершенно такой элементарное здесь у меня изготовление но очень удобно я вырезаю ключ из набора приклеиваю его на двусторонний скотч к вспененной основе и сюда паркую иглу очень даже просто и удобно ниточки здесь такие классные нитки здесь три планшетки три да четыре сколько здесь четыре планшетки да не полные но тем не менее четыре планшетки здесь смотрите какие нитки интересные преимущественно присутствуют синий сиреневый цвет розовый оранжевый тут вот у нас темные цвета коричневый черные ну вот такая гамма здесь идет в лиловый цвет уходит да розовый фиолетовый да классные нитки красивые много их шить и шить и что у меня есть на основе на основе у меня здесь совершенно небольшие продвижения есть первое начало знаете мне очень хотелось повышевать дизайн дименшинс вот эти вот сложения в три в четыре и в пять и в шесть ниточек повышевать этот ковер бэкстич вот хотелось дименшинса классического вот такого хорошего дименшинса и зимнего сюжета и вот как раз пришелся в тему данный сюжет вот схемка здесь очень понятная четкая здесь идут такие участки которые можно брать эту ниткой спокойно вышивать легкая схема но к сожалению времени у меня этому дизайну досталось мало поэтому продвижение вот такие вот крохотные но есть все шансы им заняться и я думаю что если уделить ему несколько дней можно хорошо хорошо его продвинуть пока у меня организована основа на пяльцах это большой здесь идет размер пялец диаметр пялец но к сожалению эти пяльца плохо держит мой станок стич смарт и возможно нужно будет делать переорганизацию но посмотрим посмотрим я еще попробую повышеваю и уже в соответствии соответственно буду делать выводы возможно будет переорганизация ну просто с этих пялец на кюснапы может быть рамку найду какую-нибудь свободную хотя с рамками у меня дефицит самое-самое мое любимое приспособление для вышивки это все-таки рамки очень люблю ну вот где же их хранить вот такой вот у меня еще старт видите у меня декабрь месяц такой стартов мне хотелось что-то начинать обычно я всегда стараюсь в декабре что-то завершить а вот в данном случае мне и хотелось начинать я себя так порадовала и совершенно не жалею что у меня столько старта так у меня есть еще один старт снимаю видео показываю все быстро-быстро потому что времени мало нужно все успеть и так еще один старт это наборчик фирмы Зингана серии минутка не сказала бы что прям минутка ну вот написано минутка вышиваю я чайничек вот такой вот в голубых оттеночках очень интересная игрушка поделка и вот в январе мне ее нужно завершить что у меня есть у меня есть основа которая натянута на рамку точечками у меня выполнена разметка чтобы можно было определить где идет следующий элемент здесь на самом деле много элементов нужно вышить и потом все это собрать но пока у меня вот совершенно на начальной стадии идет вышивка даже два элемента до конца я не вышила вот нужно будет еще их вышить много-много и сделать сборку но в течение месяца потихоньку я смогу это осуществить потому что здесь на самом-то деле вышивки немного просто идет кропотливая конечно работа по размещению этих элементов и вышивка здесь идет три крестика одним цветом пять крестиков другим цветом то есть такая вот кропотливая работа но мы справимся с этим делом главное со сборкой справиться организация у меня идет вот в таком пакетике там где был сам набор пучочек ниточек вот колокольчик бисер сама схемка инструкция вот по сборке вот так вот у нас здесь все да вот видите сколько элементов нужно будет навышивать ничего ничего справимся не очень интересно выполнить этот дизайн игрушку поэтому я думаю что потихонечку у меня все получится вот такой вот у меня еще старт так смотрю по сторонам вокруг я думаю что больше стартов нет поэтому переходим к процессам и так перейдем к процессам моим текущим и уже хорошо продвинутым одним из таким является дизайн фирмы африканские львы вышивая по оригинальному набору это колд коллекция как вы видите и перед вами то что у меня есть не планировала вышивать этот дизайн в декабре но так как случилась поездка в поездку ну мне нужно было что-то взять я решила взять именно этот дизайн потому что здесь много неба а небо вышивается полукрестом большими участками поэтому это то что нужно для машины сядешь и потихонечку себе вышиваешь да процесс идет медленно ну главное он идет и время тратится с пользой и то что я вышивала машине это вот этот участок уголочек видите вот такой вот участок неба я вышила за нашу поездку вперед и назад да здесь немного но все таки есть результат время было потрачено с пользой вот такая вот у меня здесь красота ну а по прибытию на место когда у нас были свободные вечера днем то мы себя развлекали занимали различными поездками действиями а вот вечером было свободное время и и хотелось тоже вышивать вышивать пол крестиком было скучно и я подумала ну а что надо в центр поставить пяльцы и вышить мою львицу и перед вами вот такой вот результат у меня была вышита львица вот примерно вот это ее часть и вот полностью вот это все было вышито за время отпуска к сожалению не удалось вышить голову дальше мне нужно будет вышить еще две ноги здесь ну немножко вот от тела живота у львицы и львица будет готова но в январе месяце я точно не буду заниматься этой работой потому что мне нужно заняться моими котами на крылечке это мой основной процесс в совместном проекте мои любимые коты 2 поэтому эту работу я простернула отутюжила ну так слегонца да не сильно там наутюживала ну вот так чтобы она была более-менее в приличном виде и она у меня отправляется пока хранится в папочку папочку с процессами вот там в феврале или марте когда я немножко с котами разберусь я вернусь и к этому процессу процесс конечно легкий очень яркий сочный я вообще балдею от вот этого сочетания голубого неба и пожухлой травы классная классная львица получается посмотрите как здесь все хорошо проработано все 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 видно мышцы складки отличная идет проработка вот здесь у меня будет половина работы мне еще до половины работы шить и шить ну примерно одна треть у меня наверное вышит ну так примерно да вот такая красота очень нравится это дерево такое классное нитка тут смотрите шикарная работа очень нравится очень нравится пока откладываю ну в феврале в марте ну в любом случае в этом году в 2020 году я ее завершу вот такие здесь продвижения и переходим к основному моему процессу итак основной процесс на сегодня это моей кошки на крылечке набор золотое руно вышивая в совместном проекте мои любимые коты 2 на самом деле за декабрь месяц я очень хорошо продвинула работу полностью вот это вот извините левая часть у меня была вышита и даже там подкручена и с правой стороны у меня вышилась кошечка и вот часть зелени достаточно такой хороший участок у меня вышелся но недостаточный для моих планов я запланировала себе полностью завершить третий фрагмент это вот участок да как вы видите не завершила меня это расстраивает потому что я отстаю от графика и на самом деле на самом то деле работы здесь немного здесь большая часть вышивки идет полукрестом вот это вся зелень это все полукрест только белая колонна вышивается крестиком и котик вышивается крестиком и на самом деле здесь на 2 на 3 вечера ну пусть на 3 вечера посидеть и можно завершить но как видите не нашлось трех вечеров и работа у меня идет с отставанием поэтому в январе у меня идет очень-очень плотный график нужно вышить завершить этот фрагмент потом нужно перейти на следующий фрагмент давайте покажу разбивку вот посмотрите вышит у меня пятый шестой четвертый третий не завершен мне нужно завершить третий и идем на первый фрагмент покажу вам лист схемы вот такой вот лист схемы мне нужно вышить за январь здесь много-много крестиков точнее здесь много полукрестиков и немного крестиков и это меня обнадеживает что я справлюсь но на самом деле здесь очень много вышивать посмотрим как пойдет знаете иногда бывает открывается второе дыхание третье не знаю какое дыхание какое-то настроение и начинаешь вышивать большими темпами и на январь я вообще не планирую брать ни одну работу пока я не выполню мой график по кота до 20 января мне нужно сделать и вот этот участок плюс еще фрагмент поэтому я буду стараться очень стараться не хочется знаете вот подойти к завершению совместного проекта без работы хочется обязательно ее завершить поэтому я буду стараться при том что работа это вышивается легко и приятно нет никаких сложностей нужно просто организоваться и найти время спланировать вот самое главное запланировать себе время бывают такие жизненные моменты когда много работы и времени не хватает вот поэтому нужно будет находить и создавать свободное время чтобы все таки план мог быть воплощен в дело итак давайте подведем итог что же у нас получается у меня получилось за декабрь у меня получается два небольших финиша это мой кулон и птичка у меня 4 старта и у меня два моих процесса очень хорошо продвинулись потому что все таки по крестикам по полукрестикам есть хорошее продвижение вот такие вот у меня итоги декабря теперь я буду думать о планах на 2020 год нужно еще снять итоги 2019 ну а на этом у меня все я желаю вам хорошего настроения ну конечно же до новых встреч всем пока пока до новых встреч пока